Добрый день! Сегодня я хочу рассказать вам, как приготовить простой салат из свежей капусты и овощей. Для этого нам понадобится несколько помидоров, пекинская капуста, можно в принципе использовать обычную свежую капусту, половинка болгарского перца и лук. Соответственно, также нам понадобится соль и немножечко подсолнечного масла. А также емкость для салата. Итак, приступим к приготовлению нашего салата. Для начала нарезаем, меленько нарезаем капусту. И сбрасываем в нашу посуду. Желательно нарезать овощи по очереди, потому что, чтобы потом легче было перемешивать, а так они уже как бы будут перемешаны. Обрезаем ненужные части помидора. Режем помидорчик. Желательно нарезать как можно мельче, тогда салат будет легче есть и проще пережевывать. Вырезаем половинку лука. Лук желательно перед тем, как ложить, немножечко придавить, чтобы он раздебился на мелкие части. Теперь добавим болгарский перец. Тоже нарезаем кубиками. Теперь добавляем еще капусту. Для того, чтобы капуста была поменьше, можно еще раз ее поперек порезать. Второй помидорчик. Так он поджимая. Один поджимая зелень 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 зелень. И теперь добавляем, чтобы маршрута. Тоже нарезаем по минимуму. Лук желательно помять. И остаток капусты. Так же режем поперек. Так как нашу посуду уже больше капусты на месяца и будет неудобно перемешивать, поэтому на этом я нарезаю и нарезку заканчиваем. И заключительной частью приготовления любого салата является то, что его надо хорошо перемешать. Перед перемешиванием салата мы его немного должны посолить. Солить надо по вкусу. Для того, чтобы определить точное количество соли, надо периодически пробовать салат. И добавляем подсолнечное масло. Теперь это все тщательно перемешиваем. И еще добавим немного соли. Перед употреблением в пищу салата. Салату надо дать немножечко времени настояться. Желательно поместить его для этого в холодильник. Спасибо за внимание. С вами был Николай. До новых встреч.